Привет, ребята, это я, Серёжа, и это Домашний карантин. Загород Эдишн. Да, я за городом, я не в Москве, и тут так хорошо. К сожалению, я тут ненадолго, через пару дней мне уезжать уже. Работать не хочется вообще, поэтому я и не работал. Я снял только клип Ильи Гурцова, обязательно зацените, называется Королева. Процентов 60 людей вообще не понимают, в чём там юмор, а он там есть. Я выпустил клип, который был снят ещё в октябре, со студентами Московской школы кино. Он вышел у меня в Инстаграме, пожалуйста, зацените тоже. Это не похоже на то, что я обычно делаю, и в этом прелесть сотрудничества с молодыми ребятами, у которых вообще совершенно другой взгляд на всё. И всё. В основном я тут сплю, ем и пукаю. Короче, я амёба. Я амёба. У меня энтузиазм инфузории туфельки, то есть ноль вообще. Ничего не хочу. Но я вспомнил, что перед отъездом сюда я кое-что снял. Это обзор онлайн-концертов звёзд. Сейчас я вам его покажу. И записываю я это всё для того, чтобы вас предупредить. Смотрите, я поставил свет, две камеры, чтобы вас предупредить. Записал я это всё с огрехами. Звука, как оказалось. Что-то я там не то нажал, я криворукий абсолютно. И поэтому звук будет не идеальный. Впрочем, не идеален он и у звёзд, которые давали онлайн-концерты. Вот. Так что смотрите, наслаждайтесь. А я пойду дальше есть, спать и пытаться испортить этот воздух перед отъездом в Москву. То есть буду пукать. Много. Очень много буду пукать. Как вы догадались из названия видео и моей талантливой обложки, сегодня я буду смотреть онлайн-концерты звёзд. Я не знаю, насколько это экономически... Сейчас будет очень умное слово. Целесообразно. Ниги надо читать. Вы чё? Целесообразно. Но они дают концерты. А мы их смотрим. Первый на очереди. Сказал бы начать. Гоша Куценко. Сразу без вступления. Нахер вступления? Сразу огни. А Гоша в тёмном помещении в солнцезащитных очках. Браво. Альфа-поведение. Представьте, вы музыканты и поёте песню. Сердце беспокоится. Гоша. Гош. Гош. Слышишь, Гош? Гош. Про. Сердце беспокоится за тебя. Спасает, молит, молится. Спасает, молит, молится. Это тоже альфа-поведение. Гоша уважаю. Ну, придумали хорошую фразу. Сердце беспокоится. А дальше застопорилось. Ну чё, сидеть думать что ли? Просто Альфа-поведение. Смолит, молит, молится. Как будто кто-то колется. Как будто кто-то колется. Самый слабый. Самый слабый. Что ты поёшь, Гоша, блядь? Не чувствуется пора в мире. Да, действительно, надо убрать наушник. Он мешает хорошо петь. Действительно, Гоша, да. Смотрите, Гоша убрал наушник. В нём была проблема. Голос был нечистый. Сейчас запоёт. Искорый нужно, скорая. Кто слушает это? Лети. Да, Гош, лети. И посреди концерта у Гоши бизнес-встреча. Знаешь, что сказал Гоша? Слышь, играй нормально. Просто время от времени нужно показывать на концерте, когда вы музыкант, что вы главный. Поэтому вот мой совет молодым музыкантам. Играйте концерт. Время от времени отходите и говорите. Слышь, нормально играй. Даже если человек играл очень хорошо. Ну и разумеется, если нет слов, нахер их придумывать. Так, эта штука идёт час. Я не выдержу ещё и двух минут. Поэтому сразу давайте вот сюда. Ой, как неуверенно. Гош, ты уже час в эфире. Можно расслабиться. Спасибо Инстаграму, родимому. Чего? Видите? Видите вот это вот? Кто-то с кем-то спит. Это же Вайпер. Всё понятно. Ясно. Ну что, поздравляю Гошу. Смотрите. Даже отстойные песни, в принципе, ведут к сексу. По лицу Вики видно, что непродолжительному. Чуть-чуть-чуть. Дадим шанс. Это музыка, я люблю её. Это причём Вика Вайпер под конец живого концерта. Всё, сдала. Музыка забрала из неё жизнь. Всё, нахер это говно. Идём дальше. Мумитроль. Вот, кстати... Вот качество записи сразу видно хорошее. HD. Но это HD не очень на року Илье Логутенко. Дело в том, что она... Седой рокер это не очень. Седой рокер круто, если только тебе 14-ти рокер. И ты уже седой. Вот это круто. Значит, ты прошёл дерьмишко. А, тут вообще одна песня всего лишь. Карнавала нет. Илья Логутенко знает свой лимит. Сделает всё быстро. Согласно возрасту. А вот это круто, то, что они... Каждый у себя дома записывают партию. Это круто. Разбираю на части. Не пачку. Что делает этот человек? Это менеджер Ильи. Он проверяет почту в данный момент. Так, папка спам пуста даже. Карнавала не Логутенко. Илья Логутенко похож на чью-то клёвую бабушку. Бабушка-лесбиянка. Кто есть у нас? Драгни. Драгни. Понятия не имею, кто это. Донкнов. Ай, Донкнов? Так, смотрите. Драгни, концерт дома. Санитайзер лайф. Прикольно. И сразу донаты подключены. Вот это подход профессиональный. Если уж делаешь онлайн-концерт, заряжай донатики. Но, к сожалению, никто из них не седой. Сразу видно, рокеры они не очень крутые. Они обещают у нас всё забрать. Они обещают у нас всё забрать. У людей, которым нечего терять. У людей, которым нечего терять. Мне взбейте список. И тут люди стали забирать свои донаты. Пуцинка была не так плохо. Концерт концертом. Но если маленький мочевой пузырь, это что, повод продолжать это всё дело, что ли? Правильно? Просто ушёл из кадра. А эти бета-сучата ждут его. Круто быть альфой в коллективе. Я ссать. Вы ждёте меня. И пошёл на самом деле не писать. Ты должен показывать, что ты главный. А все остальные чёртовы бета. Смотрите, как они уныло сидят и ждут, когда лидер придёт. Вот тут бы я готов был кинуть донат. Так, дальше идём. Андрей Макаревич. Фрешмен. Фрешмен. Андрей Макаревич. Ну-ка. Ну-ка. Если в ваших отношениях с мужчиной вина... Кто ты, блядь? Я тебе не доверяю. Я тебе не доверяю. Я не доверяю тебе. Кто ты? Иди нахер. Значит, он... Да... Когда руки делают так, вам впаривают говно. Вот он, говно держит, смотрите, и впаривает вам. Кто ты, блядь, такой? Вами. Вот вам говно. До свидания, чувак. Вы знаете, где вы нахер. Сразу захотелось спать. Я очень рад, что он в моем милом придумал и организовал такой марафон. Какой марафон? Он не только в помощь Хонда Мил Мил Мил. Мой Мил, простите. Упс. Моя... Моя жизнь. Если надо что-то не перепутать, я это нахер перепутываю. Андрей, вы моя родственная душа. Уже не мог, но без потерь. Зажил до теплых дней. Моя жизнь. А ты был неправ. Ты все спалился. Ты все спалился. Андрей, вы же говорите нормально. Без виртуальной прищепки на носу, Ну, как у этих синхронисток. Эти движения языка вы заметили? Еще не все дорешено. АСМР какой-то получается. Что мне нравится, что Андрей без бэнда. Он, видимо, уже в том возрасте, когда уже не хочется никого унижать. Уже можно в одиночестве. С другой стороны, вот был бы кто-нибудь рядом с Андреем из музыкантов, то когда он ошибся в начале бы, он бы сказал, ну, чувак, ну, что ты здесь ходишь? Я из-за тебя перепутал все. Понимаете? Как ни крути, нужны музыканты. Ой. Смена угла. Что происходит? Просто не знает, как обращаться с телефоном. Сейчас будет. Как выключить это говно? Андрей? Андрей? Псс. Псс. Андрей? Не нажимается крестик, ребят. С этого у меня нажимается. Концерт ко дню геолога. Ну-ка. Сразу раз, два, три, четыре, пять, шесть Андрея Макаревичей на сцене. Онлайн-концерты бывают разные. Почему бы и нет? Что, вам все звезд подавай? Мотнем. Два, семнадцать. Хотел спеть одну из последних. Что происходит? Что за эффект? Этих песен, которые начинаются словами. Я начинаю с нового листа. Нет, я... Что происходит? Потому что там все неприличное, что ли? Какие-то плакаты, порноплакаты на бэкграунде. В этот дом у меня идти. Понятно. Андрей Макаревич еще раз. Видите, он везде успевает. Это бардовская песня, похоже, здесь. Так, Гендальфа мы сейчас перемотаем. Кто будет дальше? Григорию Кардышу в честь его дня рождения. Мне здесь все нравится. Смотрите, какая квартира. Это шляпа. Да ты уже поднял чарку, дружище. Чувствуется? Ни одну. Стопудово вам покажет член. Вот прямо 200%. Со словом АПА! Так, обоим. Ну, ох ты как. Ну-ка. Они все поют одну и ту же песню. В смысле? Это марафон одной и той же песни? Оказалось на час. И белый свинейк. И светлый ветер. Вот у человека нет гитары. Видите, как камеру поставил. Изображает, что у него гитара есть. Просто включил запись. Просто чешет пузо. После дождя. И после дождя. Одна и та же. У геологи не очень любят разнообразие. Вот что я вам хочу сказать. Оу! Подождите. В смысле? Либо это друзья. И кто-то у кого-то украл интерьер. Либо ковбоя убили. Кто-то забрался к нему домой. Придушил его. И начал петь сам. И таежный не ласкает. Жить здорово в этом крае. Спасибо. Геологи. Было здорово. Артем Пивоваров. Артем. Бро. Вроде все в порядке. Но давай так договоримся. Пожалуйста. Между нами. Говори по-английски. Если ты уверен в произношении. One, two, three, hey. А это смотрите. Одной рукой играет. Другой рукой стимулирует себя играть. Что это за звук был? Это произнес этот звук вот этот мужчина. Но он просто взял любую палочку. Там даже дырок нет. Он просто газами это сделал. Невозможно извлечь такой звук не из задницы. Зачем ты вдруг начал петь Любинку? Так, хорошо, Артем. Давайте мы отнем, что там дальше. Кто-то из геологов звонит, видимо, Артему Пивоварову, объясняя, что все неправильно. Бро, неправильно песни поешь. Надо про жизнь в тайге. Про суровость леса. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Очень важно. Делитесь этим эфиром. Делитесь с близкими. Делитесь с недругами. Делитесь с людьми, в первую очередь. Надо запретить говорить музыкантам между песен. Просто нельзя. Вся магия разрушается. Приходишь на концерт, вроде, ну, музыкант, которого ты хочешь видеть. И он классно поет, классно двигается. Все здорово. Музыка. А-а-а. И тут кончается песня. Следующая не началась. И музыкант решает поговорить. Блядь. Все портится. Ты сразу понимаешь. А-а-а. Ты ж мой хороший. Ты ж тупой. Конечно же. Ну-ка, дедюля. Охренеть. Сразу три гитары. Просто. И четвертую принес, дедюля. Этот человек не знает слова стоп. Всех приветствую. Ну-ка. Сегодня 9 апреля 2020 года. А-а. Вы, друзья, у меня дома. У меня дома. В принципе, этот трюк он проворачивает время от времени. Приглашает девочек. Там сразу шесть гитар. Гитар дает невербальный знак. Штекер в гитару. Говорит. Вы, друзья, у меня дома. А ключик-то не найти. Какой, смотрите, размах вообще скиллов. Три аккорда от геологов. На всех причем. На все 15 человек. И 18 в минуту от дедюли. Смотрите, у дедюли фотография. С его женой Соловьев стоит. И показывает класс. Ему понравилось. Блядь. Одновременно с музыкой и постановкой аккордов, дедюля еще и объясняет, о чем эта песня тем, кто не может слышать. Полное изложение всей истории. Мальчик пришел к девушке. Они любили друг друга, но потом разбежались. Но когда встретились снова, не узнали друг друга. Маруф и Чеботина. Или Чеботина. Я не знаю, что такое. Ну-ка. Как не уверенно. Это я. Как дела? Это я. Как дела? Будем с вами петь, общаться, разговаривать. Разговаривать. О, понятно. Разговаривать будем. Опа. Вот стало интересно. Люся Чеботина появилась. Люся знает, как стримить. Люся, это твой концерт теперь. Вообще Мару здесь ни при чем. Потому что он... Люся, еще... Вот. Люся все. Люся опытный стример. Мне уже нравится этот концерт. Не важно, что они там споют. Просто плевать. Рестики закрыты. Торговые центры закрыты. Ты так наряжалась. Ты строительные очки взяла. Вплела в волосы изоленту. Нарисовала на водолазке леопардовые пятна. Все идеально. И тут торговые центры. Все к чертям после этого. Hello, Vienna. Hello, Vienna. А я обожаю торговые центры. Hello, Vienna. One, two, three. Торговые центры. И шопинг. Самое главное. А шопинг хорош, когда есть бабки. Да. Знаешь, Люся, я тебе что скажу? Вот ты сейчас это сказала? А шопинг хорош, когда есть бабки. Ты довольна собой, конечно. Это полная хрень. Но. Но. Люся. 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 Мне это не важно сейчас. Совершенно. Понимаешь? Потому что ты умеешь стримить. Ты знаешь, как это делать. А было уверено к коронавирусу, теперь бабок нет. В конце. Их все равно. Илюсь, все равно. Там нет бабок нет, шопинг нет. Поэтому карточка указана внизу. Донатиса можно там. Давно мы без лопаты. Вот и все. Это очень печально. Да что вы такие неуверенные в себе? Что вы дергаетесь? Хорошо. Так. Последнее. Давайте. Все. Последнее. Последнее. Агутин. Леонид Агутин. Что я вижу? Старый пень. А. Спокойно. Вот. Вот здесь. Видите? На котором стоит видимо айпад. А вы о чем подумали? У-у-у. 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 Пощади, пощади, пощадите. А. А. Уф. 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 Я не железный. Леонид, я сейчас к кому приеду. Так, ладно. Леонид просто забыл свои песни. Просто забыл все свои песни. Но сейчас взгляд Леонида упадет на белый колпак, который висит напротив него на стене. И он вспомнит песню «Парень чернокожий». Извините. Что это? Господи, все старики дупят. А когда ты включишь Инстаграм? Спросил Леонид у Анжелики Варум. Видите, на домашечке она. Я уже включил давно. Вы сидите, молчите. Леонид. О, люди подключаются. Да, люди подключаются. Ровно час причем, смотрите, концерт длится. Ни хрена себе, какая точность. Он недоверчивый пес, он застенчивый год. Все-таки Леонид крутой. Это один из самых уникальных музыкантов в стране, потому что он очень известен. Но стал известен благодаря латине. Кому нахер нужна в нашей стране латинская музыка? Но Леонид Агутин сделал невозможное. Сказал вам, сукины дети. What the fuck is this? One, two, three. Подождите. Торговый центр сейчас. Подождите. Что? Что? Что происходит? Все, хватит. Закругляюсь. Ребят, спасибо вам большое. Я Сережа. Это домашний карантин. Только любовь. Всех люблю. Все музыканты крутые. Я просто прикалываюсь. Я приколист. Все, ребят. Люблю вас. Давайте там всякое. Ну, типа, чтобы торгового центра, чтобы бабки были, чтобы тратить в торговом центре. Продолжение следует.